Холодно и продолжают работать пункты обогрева. Всего в республике их 135. Они есть в каждом городе. С подробностями Мария Китаева. Прошедшая ночь выдалась самой холодной. За последние несколько дней уличные градусники зафиксировали минус 18. Тем, кто остался без домашнего очага и тепла, предлагают согреться в пунктах обогрева. Один из них находится в столичном УВД. В этом году сюда за помощью обратилось уже 40 человек. Пока все, кто приходил переждать мороз в пункте УВД, это люди без определенного места жительства. Кто-то пришел сам, кого-то инспекторы заметили на улице и предложили переждать холодную ночь в УВД. В первую очередь это обогрев. То есть есть место, где можно переночевать. То есть пистель, можно сказать. Плюс помощь медицинского работника. Есть постоянно работники. Ну и горячее питание. То есть первое, второе. Помощь в пункте обогрева УВД может получить каждый, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Не может попасть домой или негде жить. Если понадобится, вызовут скорую. Сейчас на улице очень легко получить обморожение. Каждый день здесь стабильно по 2-3 человека. Вчера за помощью обратилось четверо. Все мужчины в возрасте от 40 до 55 лет. Была предоставлена отдельная палата специальная, где они были переночево напоены горячим чаем. Утром они все, как я и сказал, уходят домой. Ну так называется, домой на улицу. Ну потом все равно опять возвращаются, да? Или как? Ну когда как. Иногда они находят все таких же друзей, находят компанию, уходят к таким же товарищам. Всего в Тирасполе 17 стационарных пунктов обогрева. Самые крупные в УВД, Личгородке, в школе борьбы и боксы. Адреса всех можно найти на сайте госадминистрации. Или позвонить по телефонам экстренных служб 101 или 102. Там же подскажут, где находятся ближайшие передвижные пункты обогрева. Для тех, кого сильный мороз застанет на трассе. Ночь со вторника на среду тоже обещает быть холодной. И по прогнозам синоптиков температура воздуха опустится до минус 13, холодным будет и утро. Так что если вы вдруг заметили, что на улице замерзает человек, позвоните по номеру 102 и обязательно сообщите об этом. Мария Китаева, Андрей Овчинников, ТСВ.